Коровы галштинской породы – основные производители молока во многих странах мира. Помимо больших надоев, они также славятся своими рогами. Эти рога довольно острые и опасны как для тех, кто ухаживает за коровами, так и для других животных, поэтому рога приходится удалять вручную. Теперь, однако, благодаря возможностям генной инженерии, у этих коров рога больше не растут. Ученые создали некое подобие молекулярных ножниц, которые позволяют точно удалять молекулы ДНК, отвечающие за рост рогов, прямо в самом геноме. Таким образом, отредактировав геном, можно добиться появления новой полезной генетической вариации. В случае с галштинскими коровами генетики ввели в участок генома, отвечающий за рост рогов. Фрагмент с генетической информацией безрогих англузских буренок. Подобная практика генной модификации произвела революцию не только в животноводстве, но и в других отраслях сельского хозяйства. Так, например, эти соевые бобы больше не содержат генов, отвечающих за присутствие трансжиров в выжатом из них масле. А вот эти грибы больше не будут чернеть в холодильнике. Ученые надеются, что новые инструменты помогут разрешить целый ряд серьезных проблем. В частности, проблему с цитрусовыми в США, Индии и Китае. Часть урожая в этих странах была уничтожена бактериальным заболеванием. Во Флориде это привело к сокращению урожая. 15 лет назад он составлял 240 миллионов коробок цитрусовых. В прошлом сезоне — лишь 45 миллионов. Генетики продолжают исследования, которые позволят создавать деревья, способные дать отпор бактерии, вызывающие это заболевание. При этом они стремятся избежать использования генетических материалов других растений. Мы работаем над изменением последовательности ДНК самого растения, стремясь максимально сохранить его естественное состояние. Эксперты отмечают, что генетическое редактирование и генной инженерии — подходы принципиально разные. Генномодифицированные организмы можно называть организмами первого поколения. Им вводят ген, который потом может оказаться в любом месте хромосомы, в то время как генетическое редактирование предполагает тщательный выбор заменяемых генов в конкретной точке цепи. Но даже при столь осторожном подходе специалист беспокоится, что генетически измененные продукты питания могут привести к незапланированным последствиям. По словам ученых, каждая генная модификация должна проходить строгий контроль. Надо убедиться, что она не окажет опасного влияния на гены любых других живых организмов.